В прямом эфире телеканала Губерния 33, программа без предварительной записи в студии Екатерина Степ. Здравствуйте! Как обычно в это время говорим о том, что волнует жителей региона. Борщевик Сосновского – одна из самых актуальных и, увы, больных экологических тем в современной России. Что делать с этим растением? Убивать гербицидами или есть способы переработки? Когда борщевик Сосновского представляет реальную опасность и что говорят о нем ученые? Для того, чтобы внести ясность в ситуацию, сегодня в студию мы пригласили заслуженного эколога Российской Федерации Галину Ясякову. Галина Викторовна, добрый день! Добрый день! Уважаемые друзья, напоминаю, программа без предварительной записи, как всегда, проходит в прямом эфире. Присоединиться к нашей беседе, задать интересующие вопросы или получить консультацию нашего специалиста вы можете по телефону, который видите на своих экранах 32-62-33. Растение-мутант, безжалостный захвачек, страшное биологическое оружие, как только не обзывают борщевик Сосновского, а ему хоть бы что растет и вширь, и ввысь. И, в общем-то, с собой новая территория захватывает и захватывает. Буквально неделю назад, Галина Викторовна, я отправилась в Гусь-Хрустальный, я ехала туда на машине, и уже на подъезде к городу, ну, развернулись, не побоюсь этого слова, целые поля борщевика. Они растут и вблизи с лесом, и наоборот, рядом с дорогой на обочинах, и даже рядом с остановками общественного транспорта. Меня это, то, что удивило, меня это напугало. Вот такие заросли борщевика еще встречаются где-то на территории нашей области? Да, конечно, встречаются. И еще вот вы называли его, что это растение-мутант и так далее. Среди населения сейчас его еще называют растение-убийца. И, наверное, не зря. Потому что борщевик Сосновского – это растение травянистое. Несмотря на то, что она называется травянистое, она пробывает высотой до трех и более метров. Это род борщевик, семейство зонтичное. И немножко из истории, я бы сказала, вообще, как появилось это растение. Впервые появилось это растение в 1947 году. Его произвели, это растение, как кормовое растение для сельхозпредприятий, для корма в виде селоса, для крупного рогатого скота. Поэтому считали, что на него были очень большие надежды, потому что масса борщевика, мы видим, очень огромная. И особенно это растение культивировалось в 60-е годы. Но потом очень быстро постарались от него отказаться. По двум причинам. Первая причина. Когда кормили селосом крупный рогатый скот, то за счет содержания вещества фурана, кумарина в соке растения, молоко оказалось по вкусовым качествам непригодно, очень горьким. А вторая причина, что это растение ядовитое. И особенно в жаркую и солнечную погоду, при прикосновении с этим растением, особенно с соком, появляются очень сильные ожоги на коже. Поэтому они настолько сильные, что очень трудно заживают. И поэтому принято было решение отказаться от применения этого растения в сельхозпроизводстве. Отказаться-то отказались. Но что делать с ним? Потому что как раз наступил топора, когда в 80-е, 90-е годы не стали обрабатываться сельхозугодия. Стали разрушаться фермы в наших сельских населенных пунктах. И в основном пошло распространение от сельских ферм. Учитывая, что это растение размножается семенами. И вот на одном растении, то есть бывает на одном растении от 20 до 40 тысяч семян. Зонтики там большие. Да, зонтики такие. Представьте себе, если трехметровое, это настолько мощное растение. У него получается вот этот стебель в руку толщиной. В литературе встречается, что некоторые единичные растения содержат до 100 тысяч семян. Поэтому размножаются семенами. Поэтому самое главное сегодня понять, каким образом предотвратить это размножение. Потому что получается таким образом, что в основном семена осыпаются и произрастают рядом с материнским, с материнской особью. Но некоторые семена еще дозревают и осенью, и поздно осенью, и зимой. И зимой вот по насту, с ветром, с помощью животных, птиц, с помощью человека, они разносятся на очень большие расстояния. И еще самая проблема, что не только на сельхозземли, которые не обрабатываются, они сегодня зарастают, еще попадают вот таким образом в труднодоступные места. Это овраги, балки, водоемы и так далее. И, во-первых, с техникой туда не зайдешь, и косить очень сложно, поэтому это большая опасность. И сегодня мы наблюдаем, как вы сказали, что они настолько агрессивно и попадают, идут и в лес. И там, где растет борщевик, вот здесь нравится любая растительность. Там, кроме борщевика, практически ничего нет. То есть он выжигает все рядом с собой. Совершенно верно. Практически ничего нет. Поэтому здесь существует несколько методов. Это механическое, агротехническое и химическое. Самое такое серьезное, которое может сегодня повлиять и каким-то образом остановить вот это вот агрессивное такое прохождение этого борщевика, особенно на земли сельхозназначения, да и в населенные пункты. Сегодня мы говорим, что мы приезжаем даже в городе Владимире, около Дмитриевского собора, там около княгинина монастыря вдруг появился борщевик. В центре города. Да, в центре города Владимира. То есть когда единичный, с ним можно бороться. То есть нужно не допускать его осеменения, и его можно выкопать, хотя у них корни очень глубоко. И если мы не будем допускать осеменения, то таким образом можно решить эту проблему. Но это борьба длительная, постоянная, монотонная, и должна быть большая ответственность в этом. Надо сказать, что борщевиком вот зарастают, это в основном такие регионы, как северо-западный и центральный федеральный округа. В том числе, естественно, входит и наша Владимирская область. На территории Владимирской области у нас борщевик есть на территории всей Владимирской области. Наиболее массовое такое зарастание у нас Гороховецкий, Везняковский, Собинский и Гусь-Хрустальный. Муромский еще есть. Поэтому здесь должна быть программа. И мы еще в 2016 году тогда проводили круглый стол. Мы рассматривали этот вопрос тогда на круглом столе в общественной палате, что нужно срочно принимать какую-то программу и решать этот вопрос. Надо сказать, что первопроходцы у нас в Российской Федерации у нас стала администрация Ленинградской области. В 2010 году правительство Ленинградской области вместе с учеными Санкт-Петербургского университета разработали методические рекомендации и целую программу борьбы с борщевиком. И Россельхоз, в принципе, приняли их наработки. Они стали это обрабатывать с 2011 года по 2015. То есть они обработали порядка 2500 гектар. И они увидели, что да, есть реальные положительные моменты. Поэтому эти методические рекомендации Ростельхозам было принято. И здесь была самая главная проблема еще вот в чем. Потому что вот это растение, борщевик сосновского, он входил в реестр сельскохозяйственных растений, поскольку его культивировали как сельскохозяйственные растения. И, соответственно, за его распространение никто не нес никакой ответственности. Поэтому вот правительство Ленинградской области вместе с Санкт-Петербургским университетом они добивались того, чтобы исключить это растение из этого реестра сельскохозяйственных. Удалось? Удалось, слава богу. В 2014 году в декабре этот борщевик был исключен из общероссийского классификатора продукции. С января 2015 года борщевик уже утратил статус сельскохозяйственной культуры. И в декабре 2015 года борщевик вошел в классификатор сорных растений. С этого момента наступает ответственность борьбы с сорными растениями. Поэтому здесь можно принимать... Поэтому часто задают вопрос, а можем ли мы применять химические средства борьбы? Да, можем, потому что это сорные растения. О том, как правильно бороться с борщевиком, мы еще сегодня обязательно акцентируем на этом внимание. Галина Викторовна, вы сказали про первопроходцев ленинградскую область. Наши соседи Подмосковья не так давно, порядка, наверное, пару лет назад приняли на законодательном уровне решение штрафовать тех недобросовестных хозяев, на чьей территории произрастает борщевик Сосновского. То есть в эту категорию попадают и дачники, допустим? Естественно. То есть попадают в эту категорию и арендаторы, и обладатели сельхозземель, и дачники, все собственники той или иной территории. Но на даче проще бороться. Безусловно. Да, не дать возможности образовываться именно зонтику, чтобы не образовывались семена, можно выкопать и так далее. А вот те территории, в основном они у нас сегодня придорожная территория, но надо отдать должное, что дорожная организация с ними уже борется. И уже не первый год обрабатывают все придорожные территории вот этим гербицидом, химическим веществом. Поэтому сегодня у нас тоже, в принципе, это обязанность сегодня органов местного самоуправления. Но мы понимаем, что орган местного самоуправления сегодня сам самостоятельно с этой задачей просто не справится. Поэтому у нас в областном бюджете, в программе развития агропромышленного комплекса Владимирской области, в подпрограммах, заложенных в бюджетах средства, 6,5 миллионов рублей, ежегодно, в течение вот сейчас трех лет, будут выделяться эти средства на борьбу с борщевиком для органов местного самоуправления. Соответственно, каким образом будут распределяться деньги? То есть сейчас самое главное, что проводить мониторинг, наносить на карту области каждого района, органа местного самоуправления, где у нас борщевик, какую площадь занимает, для того, чтобы понимать, сегодня мы здесь обработали, завтра обрабатываем там, осенью мы обрабатываем здесь, для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения вот этого агрессивного растения. А в нашем регионе такая система штрафов, как здесь вот в Подмосковье, тоже есть? Она, по-моему, уже есть, да. Почему? Потому что уже говорили о том, что у нас уже арендаторов предупредили, которые, что они должны вести такую борьбу органы местного самоуправления. Сейчас в некоторых у нас уже принята программа, вот я, например, в Мстерии видела эту программу, прямо конкретная программа по борьбе с борщевиком, где четко прописывается, какая там, например, они должны знать, какая площадь, сколько будет выделяться денег, сколько они получают из областного бюджета. Конечно, это все проходит еще через госуслуги. То есть, кто будет обрабатывать? И наш Россельхоз сегодня, у них есть свой гербицид, который готов проводить эту работу. Но, правда, это не дешевое удовольствие, это порядка около 28 тысяч за гектар. Да, действительно, не дешево, но, наверное, того стоит, поскольку... Да, поэтому, если мы начнем эту работу, и мы увидим, что, да, она есть, она существует, и мы начнем вот такую работу, потому что, ну, когда доходит уже населенный пункт, стоит расположены дома, и дома полностью утопают в этом борщевике, то здесь у меня даже вопрос. Ну, орган местного самоправления, он орган местного самоправления, должен принимать какие-то меры, но жители, которые здесь проживают, почему его не скашивают? То есть, если его и косить весной, пока он только появляется, косить его постоянно, чтобы не образовывались вот эти вот зонтики, не появлялись семена, то со временем, конечно, это ежегодно нужно делать постоянно, в любом случае, ну, так считается, что порядка пяти лет, в некоторых местах, может быть, до десяти лет, семена сохраняют свою жизнеспособность. Ну, тут ведь, Галина Викторовна, какая ситуация, не каждый знает об опасности этого растения, может быть, владелец дома, который утопает в этом борщевике, даже не подозревает, с чем рядом он по соседству живет. Ну, я, с другой стороны, хочу сказать, здесь еще культура наша, население, нас, жителей, потому что часто наблюдаешь, вот я сказала, утопает прямо дом, а ведь бывает так, вот едешь по деревне, да, то есть, вот проход себе вот так прокатили к домику, остальное все травянистые растения, сухостой стоит, ну, как может быть деревня красивой, если ты ее окашиваешь вот только тропиночку, то есть, ну, она, наверное, и приятна, и, во-вторых, безопасна с точки зрения пожара, да, и так далее, с точки зрения, как бы, красивого ландшафта и тому подобное, то есть, раньше в деревнях не было вот этих сейчас электрических коз, жители обкашивали обычной косой у каждого дома, и это было предпринято всеми, ни одной деревни заросшей не было, я сама выросла в деревне, и я знаю, как мы окашивали полностью, не только до дороги, да за дорогой, чтобы нигде не росла сурная растительность. Калина Викторовна, у нас есть звонок с вами на линии 32-62-33, телефон прямого эфира, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, у меня вот такой вопрос, я купил участок осенью, летом обнаружил вот в нескольких местах заросли борщевика, чем его можно вывезти? Я пробовал выкапываться с корнями, вот те, что помельче, они выкапываются, а вот у крупных диаметра стебля, ну там около 8 сантиметров, такие с корнями выкопать не удастся. Поможет ли вот химическое средство, раундап, и если да, то в какой концентрации его разводить? Еще раз молодого человека попросим, какое химическое средство вы назвали, плохо было слышно? Ай-яй-яй, ушел звонок уже? Ну, я здесь могу ответить, каким образом? Во-первых, не каждое химическое средство может быть, может, выжечь его, это первое, потому что вот то, что предлагает наша организация Ростельхоз, там, допустим, да, у них есть гербицид, который точно, они уже его опробовали, оно точно работает и так далее. Ну, во-первых, если небольшое количество, то скашивание и выкапывание, и я, как уже сказала, не давать возможности стеблю вообще весной появляться, скашивать его и выкапывать корни, только это, когда небольшое количество. Если, конечно, уже большое количество, то, конечно, лучше гербицидом. И, наверное, можно позвонить, у нас есть такая организация, Ростельхоз, то есть можно с ними договориться. Я не знаю только единственное, что дают ли они кому-то этот гербицид, продают ли, я знаю, что они сами проводят обработку, с ними заключают договора, и они сами проводят эту обработку. То есть в данном случае нашим телезрителям мы советуем обратиться в Ростельхознадзор по Владимирской области, Владимирское отделение, где уже, в общем-то, посоветуют, какой гербицид применить или сами помогут вам избавиться от борщевика на собственном участке. Галина Викторовна, а вообще в свободном доступе, в продаже есть какие-то химические средства, которые можно купить и самим обработать свой участок? Ну, лично я вот в доступном для, как бы в магазинах средствах, где бы написано было средство от борщевика, я лично не видела. То есть есть разного рода гербициды, и, может быть, какие-то из них и помогут, это надо просто, наверное, опробовать. Но надо понимать, что гербицид, то есть особенно на той территории, которая, например, ведь гербицид детский вот каким образом, вот который используют, то есть его опрыскивают растения, через листья этот гербицид проникает в растение, и проникает еще, то есть сразу растение засыхает, желтеет, засыхает, и кроме того, оно попадает в корень и разрушается, уничтожается сам корень. То есть вот, потому что у некоторых достигает там до полутора метров, как говорят, вот этот вот корень. Если это уже мощное, сильное растение, если 3-3,5 метра, это материнское растение вот такое огромное. Поэтому это надо пробовать, но надо с гербицидами быть очень осторожными. Хорошо. Галина Викторовна, мы уже как-то с вами так плавно перешли к вопросу борьбы, но не сказали о том, в какой период вообще активен борщевик, когда вот его период цветения, период его роста. Конечно, период цветения это самое опасное, это вот в зоне цветения, почему? Потому что вот это ядовитое вещество, и тем более, почему оно ядовитое, не только ожоги. Часто, например, ведь вот в сельской местности дети делали, например, срезали стебель, он внутри полый, делали такие свистулечки, плюс еще, и то есть здесь начинается отек гортани, который может привести к смерти, к летальному исходу. Поэтому в летний период, естественно, вот эти ожоги, особенно когда в жаркую солнечную погоду, ты ломаешь или дотрагиваешься, до этого сок попадает на кожу, и на коже появляются очень сильные ожоги. Поэтому первые меры предосторожные, во-первых, в рот ни в коем случае не брать, потому что очень серьезные, сразу в гортани язык опухает, отекает, человек задыхается, и поэтому первые меры безопасности, которые нужно срочно прям промыть, например, руку, там ногу, водой с мылом. Во-вторых, обезжарить. Можно это марганцовкой, можно, например, обезжирить. Тут же обработать средствами, которые от ожогов, и сделать повязку для того, чтобы солнечный свет не попадал на это место ожога. Но если уже пузырились, потому что сразу появляется, если ожог сильный, и ничего не предприняли, появляются прям такие пузыри ожоги. То есть нужно обязательно обратиться в медицинское учреждение. Хорошо. Галина Викторовна, мы с вами говорили о химическом способе ликвидации борщевика. Есть еще механический, как я так понимаю, это как раз выкопать корень. Выкопать, косить, искашивание, не давая возможности созревать вот этому зонтику, появляться семенам. Потому что я еще раз повторю, распространение семенами, поэтому живучесть этих семян до пяти, а бывает иногда, если благоприятные условия, и более. Поэтому вот это время получается нужно постоянно скашивать для того, чтобы... Потому что вегетативно борщевик не размножается только семенами. Поэтому это регулярное скашивание, скашивание. И если небольшой появился, например, борщевик, корень же у него не сразу, там полтора метра. Поэтому выкапывание борщевика это на своем частном участке, то есть это вполне нормальная борьба с этим растением. Как экологи смотрят на такой способ ликвидации борщевика? Многие жители, действительно, такой способ есть, просто выжигают его. Выжигают не химическими средствами, а огнем. Как экологи смотрят на такой способ? Да, есть такой способ. Я специально о нем не говорила. Почему? Потому что это достаточно опасный способ. Потому что мы знаем, что особенно... Ведь борщевик у нас опасен, и в основном он и размножается, и растет в летний период. А в летний период как раз вводится режим чрезвычайной противопожарной безопасности. И поэтому в это время что бы либо сжигание, поджигание, даже на своих частных участках, дачных участках запрещено. Там даже разведение, например, в специально оборудованном месте, как, например, под шашлыки и так далее, должно быть на расстоянии где-то 50 метров от жилого помещения. Поэтому там достаточно жесткие ограничения, и он опасен вот с этой точки зрения. Ну и, наверное, полностью ликвидировать этот сорняк тоже огонь не поможет. Ведь мы ликвидируем стебли, но корень останется. Корнем вегетативно не размножается. Но самое главное – семена. То есть при поджоге, то есть, как мы говорим, почему не жгите траву, сухую траву, мы говорим, это не только опасно, что появляются, например, там разные очаги, пожары и так далее. Кроме того, мы обедняем почву. Появляются на это, гибнут насекомые, гибнут животные, погибают растения, которые были на этом месте. В основном потом появляются сорные растения. И резко меняется растительность и, соответственно, все, что было связано с этим участком. Поэтому вот слово «выжигать», оно как бы есть, но к нему надо… Мы его забываем. Да, потому что это очень опасен. Во-вторых, еще и неизвестно, к каким последствиям может это привести. Еще один звонок в нашем эфире. Напоминаю, друзья, телефон нашей студии 32-62-33. Сегодня у нас в гостях заслуженный эколог Российской Федерации Галина Ясюкова. Задавайте ваши вопросы, а мы слушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. У меня удача ближе к Мурому-то. У нас там очень много борщевика-то. В этом году даже на нашем участке как-то оказалось-то. А могу ли я его косить-то вне территории своего участка-то? Спасибо. Естественно, вам, наверное, органы местного самоправления даже спасибо скажут, что вы не даете возможности размножению семенами этого злостного вот такого мутанта, как я говорю, убийцы растения. Да, можете, даже это было бы очень хорошо. Во-вторых, я бы советовала тем жителям, которые, например, где-то увидели, вновь появилось, вот не было вчера, например, в прошлом году, позапрошлом году, вдруг сегодня появилось, в орган местного самоправления сообщать об этих участках, потому что хорошо бы вести мониторинг, а где еще появились. Может быть, появился только маленький очаг, и с ним бороться легче и проще, потому что пока не поздно, пока вот этого дальше размножения не появилось. Поэтому кошение, оно все равно дает очень хороший положительный результат. Галина Викторовна, вот наша телезритель спросила про то, что можно ли косить, к счастью, да, но тут справедливо спросить, какие меры предосторожности нужно соблюдать, поскольку, если сок растений ядовит, наверняка, как-то нужно определенно одеваться. Совершенно верно, я только хотела это дополнить, потому что, если вы собираетесь косить, поэтому нужно обязательно предусмотреть средства защиты. То есть, допустим, руки, перчатки одевать, то есть, обязательно какую-то маску на лицо или платок повязывают, как правило, но какую-то плотную одежду для того, чтобы прикрыть наши кожные покровы, чтобы сок не мог попасть на наш кожный покров. Это однозначно. Упаковываемся. Да, как мы в лес ходим, сейчас все знают, что в лес иди от клеща, ты должен одеться вот таким-то образом, и здесь тоже самое, потому что сок ядовит. Галина Викторовна, а есть ли какой-то естественный враг в природе борщевика Сосновского или вот ну совсем он никому не по зубам? К сожалению, мне это неизвестно, но меня порадовала очень статья. Здесь наши ребята, которые занимаются в кванториуме, вдруг заявили, что мы сегодня будем испытывать способ, который может быть поможет нам бороться с борщевиком. Это наши дети. И они предполагают, что если на тех площадях, где есть борщевик, они посадят темпиенамбур, и темпиенамбур может вытеснить борщевик. Но вот, пожалуйста, наши дети тоже задались целью, каким же образом, что можно сделать. Вот, молодцы. Ну что ж, будем следить за развитием, надеюсь, у них все получится. Галина Викторовна, а есть ли какие-то, ну хоть какие-то варианты использовать борщевик во благо, раз уж с ним так тяжело бороться? Ну а какое может быть здесь благо? Если в кормовых целях для сельхозпредприятий мы не можем его использовать, да? То есть, раньше его как, в качестве селоса закладывали в эти селосные ямы, и зимой кормили крупно-рогатый скот. Сегодня мы не можем. То есть, получается, что больше у нас сегодня и совершенно другие методы кормления, выгула крупно-рогатого скота, да? Сегодня у нас даже он предпринимается меры свободного выгула крупно-рогатого скота, да? У нас на территории Гусь-Хрустального района и так далее. Поэтому я не вижу, куда можно было бы его использовать. Вот получается, мы нашли такое, вывели такое вот культурное растение, да? А вот сегодня мы должны принять меры, и тем более, которые не только с точки зрения такого массового привлечения людей, но техники, допустим, но еще и это материальное средство нужно привлекать, если гербицидом обрабатывать. Но другого пути нет, и мы должны с этим бороться. Потому что сейчас это вот особенно во всех регионах, и Ярославская, и Кировская, вот и другие области, они все предпринимают вот эти меры по борьбе с борщевиком. И здесь вот поэтому мы всегда, вот биологи, экологи всегда говорили, говорим и сегодня, надо быть очень осторожным, чтобы завести какую-либо культуру откуда-то в свой регион. Я приведу просто пример. Ну, близко для населения что? К нам случайно попал колорадский жук. Никогда в России колорадского жука не было. Мы сегодня видим, какие средства борьбы, каждый раз новый и новый гербицид, который у них приходит, привыкание к одному гербициду, потом выпускается новый гербицид, вот таким образом распространяется колорадский жук. В свое время мы привезли, завезли сюда, например, во Владимирскую область, завезли андатру, андатра тоже вытесняла кого? И вытесняет выхухоль, хотя Владимирская область находится пока еще по сохранению, поскольку у нас особо охраняемых природных территорий достаточно много, занимает около 12% территорий, и на многих водоемах у нас выхухоль сохраняется. И есть вот сорняк, страшный сорняк, амброзия тоже растения, который вытесняет. поэтому и существует контроль в инспекции сельхознадзора, да, для того, чтобы проверяют, как раньше карантин растений, да, чтобы, например, с какими-то видами растений не завезли какой-либо там вот такой агрессивный вид животного или растения, который мы не знаем, как поведет в наших условиях. Амброзию вы назвали, к счастью, по-моему, на территории нашей области нет. Нет, но она есть, встречается, поэтому тоже, да, вопрос такой, что, да, я посмотрела в числе сорных растений на Владимирской области она все-таки есть. Есть, да. А есть еще какие-то вот такие сорняки, как вы назвали, агрессивные, о которых нужно знать? Ну, вообще, сорных растений очень много, да, вообще много. Вот, например, для дачников, например, сорные растения как сныть. все знают, да, с одной стороны, оно полезное растение, да, а с другой стороны, оно настолько прямо разрастается, то есть, и с ним борьба тоже достаточно сложная, поэтому в числе перечень сорных растений их много, но таких агрессивных, вот как, например, борщевик. Борщевик, это, по-моему, у нас стоит на номер один. Первый месяц. Ну что ж, будем надеяться, что время пройдет, и мы забудем, что такое борщевик сосновского самое главное, дорогие друзья, если вы увидели на своем участке это растение, о том, как с ним бороться, вы теперь знаете, спасибо, Галина Викторовна рассказала. Срочно принимайте меры, не допускайте его размножения. Еще одна немаловажная тема, Галина Викторовна, которую хотелось бы сегодня обсудить с вами, это лесные пожары. В Владимирской области в начале лета, с начала года произошло около ста пожаров, около ста. Сейчас вот вроде спала жара, проблема остается актуальной, или все, все в порядке? Нет, я считаю, что проблема остается, и она актуальна, потому что, как правило, весной вводится чрезвычайно противопожарный вот такой режим, потому что, особенно в этом году, жара была уже в мае, и несмотря на то, что вот сейчас понижение температуры, это благодатное все-таки для земель, лесов особенно, да, и выпали осадки, но надо отметить, что в лесу очень сухо. Даже вот где сельхоз земли, то есть буквально вот верхний, только небольшой слой, он влажный, а земля сухая, тем более у нас осенью достаточно мало, предыдущей осенью достаточно мало было осадков, поэтому в этом году не было паводков, у нас, по крайней мере, да, не было паводков, и сухая земля была весной, поэтому нам достаточно нужно много влаги сегодня для того, чтобы земля была насыщена, как-то влажная. Если сегодня зайти в лес, в любом случае сухо, поэтому вот он такой вот чрезвычайный режим, он очень важен, потому что, дай бог, я так говорю, чтобы у нас пожаров не было, потому что те пожары, которые были, контроль со стороны департамента лесного хозяйства, МЧС, так далее, осуществляется достаточно серьезно, и они быстро были локализованы, поэтому очень многое зависит от нас, потому что 90% всех пожаров зависит от человека. это спичка, нечаянно брошенна, окурок, потом как говорят, ну что, я на пикник поехал, там подумаешь, вот оставил, потом, простите, мы видим пожар, поэтому желательно, поэтому специально даже перегораживаются и перекапываются противопожарные вот такие вот рвы копаются, огораживаются, въезд запрещается, и я считаю, что это правильная мера, и поэтому, когда население начинает возмущаться, я всегда говорю, вы знаете, лучше сохранить природный ресурс, не допуская пожаров, чем потом их тушить, и неизвестно, сколько погибнет леса, а потом, мы еще помним наши пожары 2010 года, когда в Меленковском районе практически сгорела вся деревня и так далее, мы видим, что происходит в других регионах страны, поэтому пожар это страшное бедствие. Вот для того, чтобы понимать, насколько это страшно, стоит сказать, что от пожаров с начала этого года пострадало более 145 гектаров во Владимирском регионе, вы как эколог как оцениваете эту ситуацию, сколько времени понадобится, чтобы вот эти 145 гектаров леса, которого теперь уже нет, восстановить? Ну, считать, что так назвать лес от момента посадки до момента, когда он считается уже полувозрелым, и когда его можно рубить, это ориентировочно 80-100 лет. И вот вы представьте, когда мы посадим сегодня маленькие, у нас есть хорошо хозяйство, которое выращивает этот посадочный материал, департамент лесного хозяйства этому уделяет очень серьезное внимание, каждую весну проходят такие акции по посадке зеленых насаждений, по посадке именно леса, поэтому лес и существует для того, чтобы его, когда приходит момент, вырубался, но заранее сажались другие территории, потому что у нас, мне радует то, что наша территория занимает более 50% у нас занимает леса, это же здорово, то есть с точки зрения экологии у нас очень благоприятная в этом отношении область, поэтому нужно очень бережно к этому относиться. И представьте, у нас не каждый житель, долгожитель, я бы так сказала, который доживает до 80 более лет, а мы представляем, что это только дерево будет расти. Действительно, огромное количество времени потребуется на восстановление. Итак, действие особого противопожарного режима в Владимирской области продолжается, а это значит, что запрещено разводить костры, также ограничен доступ в лес. Галина Викторовна, правильно ли я понимаю, что разжигать огонь запрещается даже на частной территории? Совершенно правильно. То есть, у себя на предусадебном участке сделать шашлыки нельзя в этом периоде? Шашлыки можно делать, как там предусмотрено, что только в специально оборудованном месте, не ближе 50 метров от жилого помещения и, естественно, в присутствии человека, который это делает. Поэтому, как только вводится чрезвычайно ситуация противопожарной вот эта безопасность, да, то есть, мы на своем участке, например, обрезали кусты, или что-то, мы сжечь не имеем права. Если я сжигаю свои остатки, там, мусор или что-то, остатки деревьев, кустарников, то есть все основания применить административные меры для правонарушителя, штрафы. И поэтому, особенно, когда жарко, когда вот такой очень серьезный период, то практически даже наша полиция обходят дачные участки, ведут, проводят беседы, что нельзя сжигать. Поэтому в октябре, который, когда снимается вот эта чрезвычайная ситуация, пожалуйста, вы можете там, где далеко сжечь свои остатки, то есть, в этот период это возможно. Итак, вот, действия особого противопожарного режима, как правило, это, я так понимаю, с апреля где-то, да, с конца апреля и по октябрь он действует. В этот период мы с вами, дорогие друзья, должны понимать, что разводить костер очень опасно, если мы устраиваем шашлыки, то это должно быть специально оборудованное место и как можно меньше возможности того, чтобы куда-то распространился огонь. Хорошо, Галина Викторовна, буквально вот считанные минуты у нас с вами остаются до конца программы, давайте как-то подрезюмируем нашу сегодняшнюю тему с бурщевиком все понятно, теперь по противопожарному режиму, вот если вообще говорить о поведении человека на природе, о чем стоит помнить нам с вами, не так часто сегодня жители региона на природу за город отправляются, но тем не менее, как говорится, редко да метко забывают о том поведении, которое нужно соблюдать на территории леса. Я всегда говорю жителям, когда общаюсь с жителями, и вообще говорю, что человек в первую очередь должен быть ответственным за то, что он делает на природе, потому что природа это наше благо, все, это наше здоровье, это наша жизнь, это все, и поэтому, когда мы бездумно выезжаем на природу, это окурки, это костры, это отходы, и человек ведет себя таким образом, я приехал на природу, я отдохну, а потом звонят и говорят, вы, вот я приехал опять, почему там не убрано? Вот буквально весной мне позвонили, пример, прямо улыбышевские наши карьеры, да, там только провели акцию по уборке, все чисто, буквально прошло две недели, мне звонят и говорят, Галина Викторовна, а почему до сих пор не убрали улыбышевские карьеры? Я задаю вопрос, скажите, а кто должен убрать? Каждый должен четко, поэтому культура поведения у нас очень низкая, пока мы это не поймем, поэтому не нужны будут такие огромные деньги за те же вывоз мусора, за все остальное, выехал на природу, неужели так трудно взять это все? Каждый выезжает, как правило, на машине, редко пешком, кто пешком, он, как правило, не разводит там костры и не проводит вот эти пикники на машине, ну, собери пив пакет, привези и брось в контейнер, тогда мы, возвращаясь вновь на эту территорию, мы увидим ее чистой, а во-вторых, даже если кто-то оставил, забери, потому что у меня пример есть, вот я пришла на один из озер, лежит, значит, расстелили такой, там, какой-то лоскуток и по нему ползает ребенок, который еще не умеет ходить, рядом консервные банки, битое стекло, и я подхожу и говорю, как вы можете, а вдруг сейчас вот ребенок, вы знаете, такая агрессия по поводу того, ну, тебе надо, ты и убери, уважаемые телезрители, уважаемые жители Владимирской области, каждый из нас, мы ответственны за то, что мы оставляем, друзья, давайте будем заботиться о территории, на которой живем, тогда эту территорию позаботится о нас с вами, ну, что ж, сегодня Галина Викторовна Ясякова была у наших гостей, Галина Викторовна, спасибо за то, что пришли, заслуженный эколог Российской Федерации отвечала на ваши вопросы, запись этой программы вы можете найти, как всегда, на сайте trc33.ru в разделе без предварительной записи, с вами была я, Екатерина Степ, увидимся через неделю, берегите себя и тех, кого любите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова